Вот это вот гусеница и есть непарный шелкопряд. Это самый главный вредитель леса. Вот что происходит с листьями после того, когда она ими полакомится. Непарный шелкопряд – опасный вредитель деревьев. Предпочитает яблоню, грушу, сливу, абрикос, дуб, гараб и тополь. И редко питается березой. Появляется в начале мая и в течение месяца развивается. И в июне представляет наибольшую угрозу. В этом году этим вредителем заражено 247 гектаров леса. Поэтому необходимо проводить протравку. У нас в четырех районах действуют. Это приграничные районы с Российской Федерацией. Это Казанский район, Мамлюцкий район, Жамбульский. И четвертый район – это у нас Сергейский район, Шалакана. Они питаются 40 дней. Поэтому вот сейчас мы как карантинный вредитель, мы сейчас проводим обработку. Самец отличается от самки как формой, так и окраской. Особенно, когда происходит метаморфоза из гусеницы в бабочку. Самка имеет крылья до 9 сантиметров ширины в размахе. Они желтовато или серовато-белые, с зубчатыми и волнистыми полосками. Усяки и лапки черные. А самцы поменьше. Крылья у них до 4 сантиметров ширины в размахе. Усяки перистые и бурые. Существует несколько способов карантинной обработки. Биологическое опрыскивание, механическое и химическое. Последние два – не без ущерба для деревьев. Механически подразумевается скабливание кладок яиц с коры дерева. А химический и вовсе из-за состава фосфороорганических соединений вредит окружающей среде. Поэтому биологическое опрыскивание самое эффективное и безопасное. Североказахстанские фитосанитары выбирают именно такой метод борьбы с непарным шелкопрядом. Травят его препаратом кишечно-контактного действия. Называется он геркулес. У него длительное действие и практически не токсичен для людей и теплокровных животных. В Североказахстанской области в этом году для обработки непарного шелкопряда на 380 тысяч выделено 26 литров геркулеса ВР. 95-98% эффективен данный препарат. Как говорят специалисты областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, а также фитосанитарии, завершить обработку леса биологическими пестицидами они планируют до 15 июня. Денис Севков, Михаил Казначеев. Новости АПК. Система паровой обработки почвы под озимые и яровые культуры – это совокупность приемов и способов механической обработки почвы. Она должна обеспечить прорастание семян сорняков, уничтожение их всходов и сохранение влаги. В ТО АСКО Песке оставили часть полей под пары. По словам земледельцев, технология хорошо оздоравливает почву. В этом году зерновыми они засеяли около 8 тысяч гектаров пашни. В этом году пассивную провели в технологические сроки. Сейчас в данный момент идет обработка паров, первоследно. У нас по хозяйству 20% паров от пассивной площади. Это порядка 1500 гектаров. Пары – это залог на будущий вырожай. У нас два комплекса в данный момент. На пассивную провели. И 4К700. В районе имени Габита Мусрепова засеяли больше семян элиты. Это требует соответствующего ухода. В ближайшее время здесь приступят к обработке пассивов. Для этого есть вся необходимая техника – минеральные удобрения. Масличные, мы в прошлом году пассивили 60 тысяч 200. В текущем году в структуре мы планировали 67 тысяч 700. Но оперативные сведения нам сегодня. Мы на 70 тысяч вышли по масличным культурам. Больше, чем планировали? Больше, чем планировали, да. Это хорошо. Если говорить здесь по зерновой группе, то мы увеличили пассивы в гречихи. Развивать животноводство, а также соблюдать технологии при обработке почвы. Повышать квалификацию работников, увеличивать производительность труда и заработную плату. Именно такие задачи перед североказахстанскими аграриями поставил глава региона. Селекция пород остается приоритетным направлением развития сельского хозяйства. Активно этим занимаются в Возвышенском сельском округе. В частности, в товариществе Возвышенка СК. Численность КРС породы Абердин-Ангус достигает 1300 голов. Средняя заработная плата работников – 108 тысяч тенге. В центре внимания и сельхозмашиностроения крестьяне жалуются на недостаток сервисного обслуживания импортной техники. У нас очень много средств уходит из области на покупку техники. Мы покупаем за большие деньги. Деньги уходят за рубеж, в другие государства. Хотя потенциальные возможности у нас своих есть хорошие. Наша задача, чтобы вы могли купить технику более дешевую, но качественную. В этом году в Североказахстанской области засеяли почти 490 тысяч тонн семян. В два раза больше будет использовано удобрение – 93 тысячи тонн. Мероприятиями против заражения зерновых на севере Казахстана будет охвачено 770 тысяч гектаров. 517 из которых обработают за счет средств республиканского бюджета. Это большая поддержка государства. При умелом распределении всех наших культур сельское хозяйство должно быть прибыльным. Мы заинтересованы в том, чтобы вы были богатыми людьми. Это политика государства такая. Но и думали о людях, которые работают, которые эти богатства создают. Работайте с культурой, повышайте урожайность. Земля государственная. Поэтому вам дано это право пользования этой землей. И если это право будет неправильно использовано, то государство имеет опять-таки право спросить, почему эта государственная земля, государственное имущество используется не так, как нужно. Потому что от этого страдает и народ, который недополучает заработную плату, и государство, которое недополучает налоги. Ксения Куценко, Жан Сулут, Астемирова, Владимир Боровков. Новости АПК. Обеспечивать аграрие в современной технике готовы все машиностроительные предприятия региона. В этом году ПЗТМ уже заключил договоры почти на 6,5 миллиардов тенге. В планах освоить 7, но для таких объемов нужна модернизация. Хотим сейчас приобрести еще один станок через БРК «Лизинг» в ДМГ «Море». Это немецкий станок. То есть он пятиосевой, то есть практически на нем можно будет делать законченный продукт именно зубчатых механизмов. Сегодня в Казахстане проблема зубчатых колес. То есть если мы редуктор делаем, то зубчатые колеса делает только Россия. Эти запчасти будут полезны и в сельском хозяйстве, отмечают на заводе. Хлеборобы по-прежнему остро нуждаются в новых агрегатах и доступных запчастях, несмотря на обновление парков. Сегодня в регионе порядка 13 тысяч тракторов, 7 тысяч комбайнов и где-то около тысячи у нас комплексов работают на территории. Очень отрадно, что за последние годы, благодаря поддержке главы государства о развитии сельского хозяйства, мы смогли приобрести порядка 3689 единиц техники. Общую сумму на 63,8 миллиарда тенге. Увеличили закупки в 2016 году на 19% больше, нежели чем в 2015. Свыше 70% тракторов области работают на полях больше 10 лет. Их сверстников среди комбайнов тоже немало – около 55%. Объем исписания зерновых машин превышает поступление. Кроме того, на полях все больше иностранных агрегатов. Они дороже и для них непросто достать запчасти. Между тем, оборудование могут производить у нас. Так, Петропавловский завод тяжелого машиностроения имеет возможность изготовления корпусных деталей и узлов, а также сложной гидравлики. Планцы и шестерн могут быть изготовлены заводом многопрофильного оборудования. Электроника полностью может быть изготовлена заводом имени Кирова. На Наймаш имеет возможность изготовления деталей и узлов с механической обработкой. Также завод многопрофильного оборудования имеет возможность оказать серверных услуг в части ремонта запасных частей. Сегодня Казахстан ориентирован на отечественное производство. В стране создана рабочая группа, разработана дорожная карта развития сельхозмашиностроения. С начала года пересмотрены подходы финансирования. Иностранная техника также субсидируется, однако из-за ее высокой стоимости возмещать будут лишь 5-7% за местные комбайны 25%. И все же местные аграрии не согласны с ценовой политикой, которую ведет Каза Агрофинанс. Нужно идти по пути китайских хлеборобов, считают североказахстанские земледельцы. Меньше комфорта в кабине, дольше будет служить. Технику выбирать советуют по этому принципу. Кристина Горбаченко, Новости АПК Страны Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической комиссией определились с единой сельскохозяйственной стратегией развития. В ее основе инновационные подходы с расчетом на дальнейшее укрепление продовольственной безопасности, а в среднесрочной перспективе полное импортозамещение, выпуск высокотехнологичной продукции и увеличение объемов экспорта. В рамках системной работы по подготовке к производству инновационных продуктов комиссия определила в АПК три приоритетные технологические платформы – сельское хозяйство, пищевую промышленность, биотехнологии. Они объединяют ведущие национальные научные и производственные организации с предложениями по импортозамещению, овощной продукции, технологии хранения плода овощной продукции и глубокой переработке сельскохозяйственного сырья. Ученые Университета Миннесоты работают над созданием инновационного приспособления для выведения клещей в АРОА. Эти клещи являются грозой пчеловодства. Специалисты заявляют, что новое приспособление не будет содержать пестицидов и прочих вредных химических веществ. Технология находится на стадии разработки, поэтому нам известны только некоторые детали. Изобретение состоит из рамки, сделанной из экологически чистого разлагаемого вещества. Принцип действия заключается в том, что специальный прибор внутри рамки нагревается до нужной температуры, и тогда происходит стерилизация самцов клеща в АРОА. Таким образом, разрушается биологический цикл существования клещей в данной пчелиной семье. Эдуард Цой из Кустанайского района получил грант в 1,7 миллиона тенге на строительство установки замкнутого водоснабжения. В небольшом водоеме на придомовом участке он собирается разводить африканских сомов клариусом. По своим полезным свойствам и вкусовым качествам рыба не уступает лососю и форели, говорит Эдуард. К тому же очень удобно в обработке и употреблении, поскольку почти не имеет костей и чешуи. Это его собственная методика комбинированного выращивания. С наступлением тепла он намерен выводить мальков в водоем, а осенью сможет уже поставлять рыбу в торговые сети. В среднем получит 5-6 тонн. В Кустанай пока такой рыбы нет. По Казахстану цена на нее составит от 1100 тенге за килограмм. Казахстан Сразу в нескольких регионах Казахстана насекомые оккупировали десятки пастбищ и готовы идти дальше, съедая все на своем пути и оставляя за собой лишь кулую землю. Например, случаи появления этого вредителя есть в Жамбулском районе. Главная задача сегодня не позволить насекомым встать на крыло и подняться в воздух. Иначе они с легкостью доберутся до полей, которые расположены всего в 4-5 километров от пастбищ и оставят крестьян без урожая. Руководитель сельскохозяйственного отдела Байзакского района Булат Сагимбеков отметил, что в Саранче нужно уделить особое внимание. Необходимо успеть вовремя провести химическую обработку, чтобы избежать угрозы. Опасной остается ситуация на территориях сельских округов Коктерек и Тимирбек. Препаратами против Саранчи нужно обработать более 120 тысяч гектаров земли. Пока эта работа выполнена лишь на 15%. Редактор субтитров А.Семкин